так парни следующий день хожу снова снова топится котельня и хожу пью кофе и думаю думаю чем бы мне заняться или собирать мотор который прислали сперми бля муж показывал может не показывал я не знаю он у меня полностью подготовлен или же разобрать мотор еще один который у нас ну прошу этот прошлый мотор мы разбирали друга а тут подписчика c из-под белозерского с той стороны или же этот мотор разобрать дилема полностью подготовлен отмыт отмыт но почему-то вот допустим картера стоят после мойки тоже да видите светленький алюминий и тут светлый алюминий а вот этот картер помылся но на вот сейчас видео снимаю он кажется светлым на самом деле он он вот должен быть вот такой а он потемнел это уже стойкое охлаждение нового образца который ну не нового образца она просто новодельная то есть заводская оригинальная кожуха охлаждение тоже самое и картер оригинал оригинальные половинки но но он потемнел пока это черт то есть он должен быть светлый он стал темный не знаю чему эта причина вместе вот допустим с этим мотором мы коробку кстати коробка кому надо могу продать за недорого была вся в говне а сейчас стянуто не разобрать но коробка парни это корпус коробки старого образца совсем старого образца который у которого вал заднего хода идет на игольчатых подшипников то есть тут есть натяжник самого ну требухи никакой нету вилка есть и ось переключения есть вот так если заглянуть и кому надо пишите в личку отдам я в группе в вконтакте в группе выложил на продажу и поэтому кому надо пишите кому интересно такая коробка может просто они обычно люди ищут эти коробки у их или цепочка лопат крышку разбила то есть отдам весь корпус отдам весь корпус кому надо пишите если нет там в течение месяца никто не напишет просто сдам металлом и все так и офигенно когда есть мойка сейчас у нас идет процесс моечки процесс моечки все чистенько уже практически офигительно офигительно когда есть мойка на сидеть чистиком кисточкой кисточками тереть растворитель тратить засунул включил на два с половиной часа через два часа достал то есть 21 первое полчаса машинка средства нагревает и последние полчаса там идет процесс сушки то есть вся мойка из двух с половиной часов грубо говоря полтора часа но когда повторному что есть я вот только достал этот двигатель получаться мыло и коробку вот и запихал еще один мотор получаться и уже средство она в канистре тепленько то есть машинка его быстро прогревать мою средством химик лайф химик лайф завод профик ультра м к офигенное средство ну мне нравится не пены ничего нету не приволокли отвал отвал от квадрика что-то хозяин сказал тут подварить надо где-то что-то но я не разглядывал его бросили так так и не понял где-то что-то подварить и он пригонит у его cf6 а был до этого стелс то есть как бы со стелса он его снял этот вал и надо его на x6 установить начал все-таки делать мотор который поедет теперь в принципе просверлил картер уже нормально адекватно он был просверлен вот сюда в середину подшипника то есть где у подшипника идет канавка вот эта канавка идет под манжету он был в нее просверлен и получается полностью отверстие было перекрыто сейчас она плюс-минус это вот так вот если так это ладно смотрите было такого да что именно проблема с топливным насосом да что со штатным что с тайговским проблема заключается в следующем разбирайте например стоит штатный насос штатный насос я не веду вот такой если стоит вот такой насос то разбирает ну то есть насос перестали откачать да там на выше средних оборотов перестает качать насос вот и он только чат они качат получаться разбираю ну как бы люди разбирать его да и мембрана целая вроде бы все обратно куб она все держится все отлично то же самое с тайговским насосом только чат они качают проблемам парни может быть банально абсолютно вообще простая вот если так посмотреть так вот давайте чтоб свет был если смотрим в штуцер то там видите кусок то ли герметика то ли прокладки просто застрял посередине и он вам весь мозг вынесет вы как бы можно даже просто взять туда как бы да получается ну я советую было то есть у меня такие вопросы задают и советую обычно сверлом то есть взять сверлышко и пройтись туда туда обратно прогнать но бывает так попадется что это шамина там ну чё прилипла там герметик или не герметик ты его сверлом протолкнул и обратно же сверлом пока вынимаешь она опять там застрянет асин тут а когда мотор собран в принципе не заглянешь и не посмотришь есть она там или нет то есть вот сейчас сверлом допустим выпихнем они выпихнем то есть вообще то есть сверло у нас не проходит она меньшего диаметра или там металлическая стружка скорее всего скорее всего что там металлическая стружка а если там металлическая стружка потому что не проходит сверло если взять маленькая сверлышко маленькая сверлышко и попробовать его так маленькое прошло большое прошло да и вывалилась действительно там была стружка металлическая стружка это стружка образовалась из-за того что вот этот штуцер на этих новых картерах заводских это когда он именно идет когда мотор мотор стоит на снегоходе то есть мотор не куплен отдельно как запчасть а именно стоял на снегоходе то идет вот такой штуцер сразу под тайговский насос если же так вот на этом вот этот мотор куплен как деталь сейчас я вам подсветку включу видите у его стоит переходник переходник по тайговский насос или же как я вот например собирая моторы я сразу просто-напросто здесь нарезаю резьбу и вкручиваю сюда штуцер а моторы которые куплены отдельно отдельно от снегохода да как деталь или же просто отдельно куплен картер нового образца вот такой с магазина да как деталь то он будет без вот такого штуцера штуцер не впрессованном вот прикручиваться на болтик вот а тут впрессовывали штуцеры там попала калина там еще чуть-чуть есть поэтому я заряжу сверушка в шуруповерт и нормально просверлил чтобы там да он все тут подождите вот сюда выпало вот сюда выпало отец и бы это окалина отвалилась в процессе этого работы мотора да то пиздец вашей прошли извините за мат но пиздец мотору на разный пришел то есть правый поршень бы и задрала как настоящий как надо проверяйте когда особенно собираете мотор проверяйте обращайте на это внимание будем заниматься валом поставил его на призму и получаем со стороны вариатора 6 6 соток 6 соток со стороны зажигания тоже 6 соток 56 будем считать и серединка тоже 6 соток то есть вал во всех плоскостях но на всех точках опоры имеют по 6 соток биене поставим еще покажу и здесь 6 соток нет серединка 5 на хотя не 5 тоже 6 почти что почти что 6 пять с половиной так в одном сейчас мы попробуем это исправить пусть сторона вариатора две соточки две соточки серединка серединка в районе трех на серединка три сотки лучше не получается лучше не сложно править когда то есть середина почему не управляться потому что у коленвала провернуты щеки то есть относительно друг друга смещены щеки немножко буквально там ну на даже не на градуса на это минуты называется да насколько это минут и все а сторона получаться зажигание сотка стрелка так дергаться потому что уже на меняет вот эти подшипники вот здесь короче вот в этом месте видно видно когда-то стукнул и подшипник унился он не мялся как бы но такая этот сама царапка есть и на и на том то же самое вот это вот как раз видимо от этого есть эндерга то есть если быстро крутить он скачет так все слава все сейчас получается одеваем на его подшипники и выставляем зазор в картере ну и не сегодня соберу сняли мотор со снегохода потому что так как хозяин как я сказал перегрел двигатель получается выдавила прокладки из-под башки именно из подголовки то есть под выходными коллекторами все чисто эти прокладки я менял в прошлом году ему и вариатор вот это видео которое было снято по вариатор артик это тот же самый снегоход ну а выдавила прокладки из-под башки это из-за того что мотор перегрелся без ремня охлаждения но естественно опрессовать и получаем что получаем у нас сами коленвала нет ну слышно то есть вот это мотор не герметичный он дует или да по сальнику коленвала чувствуется то есть и так как стоят обоймы обоймы придется разбирать весь двигатель если бы стояли обычный сальники кок можно у него выдернуть ставить новый и все вы дальше можно есть о чем говорил что прокладки продула то есть просто на просто это происходит только в тот момент когда двигатель перегреваете хотя тут перегрев был такой что ну в принципе вроде бы и не прихватило сейчас на состоянии поршней там уже сниму сниму посмотрим подробнее а так вроде бы ну маленькие задирки есть на это думаю что будет не критично посмотрим уже тогда дальше разберется там видимо вот продуло я думаю предположительно только на левом цилиндре на правом нет это как бы уже след от все от этого цилиндра она бы если бы например сальник держал во время прессовки показала бы что отсюда отсюда идут выхлопные газы то есть из-под прокладки любом случае мотор бы был не герметичный продолжаем сборку движителя поставил поршни получается отчетность стопорное кольцо на месте стопорное кольцо на месте там стопор на месте и тут на месте все четенько коленвал смазал так и сейчас взял вкусной коллектор настояла муфта открутил муфту получаться это под мекони и предыдущий хозяин просто-напросто нафиг заморачиваться да как бы тут с прокладкой взял бы ушную прокладку из-под выхлопного коллектора то есть она видно что она буш надо она обжата на лежала вот здесь вот так вот по вот допустим по последу видно да не только что я положил она лежала здесь парни вот под эти муфты вообще никаких прокладок не надо просто-напросто можно чуть-чуть герметика и все так если вы ставите абсолютно новую такую муфту да то напрямую просто прикручивать ее без всякого герметика даже то есть тут специально есть сейчас попробую показать да вот видите отбортовка как бы она выше всей плоскости получается и она будет держать нормально так осталось мне помыть эту половинку мне что я пропустил я поэтому я взял в руки чтобы помыть это половинку мне все отмыто подпилена под цилиндры естественно вкусные окна тоже за запиленный под вкусной коллектор осталось зазоры в кольцах сделать сейчас распечатан сделаем это утиль готов чинку полностью собрал осталось только повесить навесное и все но перед этим надо опрессовать чтобы убедиться что точно мотор герметичный поэтому оставляем его так у стоит часика ну полтора два может три а сейчас будем заниматься цевкой вот отвал отвал уже на место приспособил и надо на его сконструировать куда я положу куда же я его положу а вот такой ролик вот такой ролик попросили сделать сделать его надо где-то вот в этом месте понимаем да то есть чтобы получаться трос выходил с лебедки шел через ролики уже сюда вот это все для того чтобы не перетирала вот эти направляйки как бы тут угол на лебедку очень резкий получается ну практически чуть 90 грамм 90 нету но где-то 75 грамм точно есть то есть и за зиму перетирать полностью один нижний ролик перетирать до дыры практически в итоге парни получилось вот такая конструкция но сверху то есть она сверху на болтах откручиваться а снизу просто просто вставлен роли сделан и стал то все вот отвалом прижимать все время к низу украине сделать ловушка для тросика чтобы не слетал здесь там какой-то журчек есть все все чутенько а ты подключил аккумулятор нажми ну понимаете да для чего это сделано чтобы не протирал ролики немножко высоковато сделала получилось но верхний ролик вот так в приподнятом ну то есть кросс сейчас натянут верхний ролик крутится это можно сказать получилось так что если вот эта планка будет изнашиваться изгибаться сам ролик будет уходить вниз трос опустится с учетом с учетом этого сделано знать будем считать ладно все мы продолжаем собирать двигатель тарантайка выгоним и следующий день у нас квадрик я вчера заделал надо было конечно этот мотор делать обещал человеку отправить во вторник сегодня уже среда и поэтому нифига не отправил сейчас опрессовываем и скидываем до кучи будем запускаться многие спрашивают откуда где такой момент купить это парни в аптеке покупаться все но вот у меня например куплено было вот такой прям сумочки потом вот такие наушники к нему и чё же было а тут было хреновина которая одеваться на руку и груша накачиваешь давление это все называют тонометр по моему ну тонометр это в больницах стоит такой вот чисто из-за этого прибора я покупал года четыре пять назад это стоило 1300 но сейчас может где-то такая то есть в районе полутора тысяч это все стоит заглушка под микуни сам точил на токарники на своем но у меня сделано дверь еще под тайгу и под ротокс и 503 и 505 552 там 2 надо под к 65 бурановский сделано такой переходник как то так так накачиваем давление много давления в моторы не качайте то есть по тонометру на накачать где-то 260 280 единиц и и все больше не надо но не бежка у меня стрелка стояла на 60 единиц и ну вот губа говоря он под давлением и так можно ждать мину если мотор нормально все герметично можно ждать так полчаса и стрелка не шевельнется но через течение если часа подождать да на этот само давление строить потому что все равно как бы будет где-то через сальник как микро царапинка и все равно уйдет все мотора прессован возникают вопросы у людей по поводу по поводу короче карбюратора микуни и вот такого подсоса оказываться не многие и не знают об этой информации что подсос работа в трех положениях ну вот если он так вот стоит сейчас он выключен то есть вот тогда сейчас он выключен вот так режим прогрева а вот так вот режим запуска понимаете вот то есть вот так мотор запустили мотор запустился убираем вот так это у нас режим запуска вот так вот обогатитель выключен то есть смотрим по что куда он вытащился если его надавить до конца он ведь еще сколько вылазит и почему-то этого практически никто не знает то есть слабину тросик она настроить так ну как бы я сейчас даже затягивать не буду это хозяин все там уже сам настроить то есть вы вставляете его в щиток приборов тут тросик стоит короткий короткий обычно попадаются тросики они чуть по длине и там получается приходится делать вот так вот петлю вокруг карбюратора и получаться ставить его в панель приборов те тросики которые длинно они просто-напросто тайговский попадаются то есть вот такие сами вот эти штуки они тайговский вот это именно коротыш он от бурана поэтому как бы все вставили в панель приборов и вам нужно добиться такого положения чтобы вот он имел свободный ход и при этом включался на третье положение можно настроить так что свободный ход чуть-чуть будет он будет включаться вот только на это положение а дальше вы его как бы ну немножко отклоните а дальше вам не даст уже слабина тросика его пихнуть дальше как-то так парни то есть запоминаем три положения выключена прогрев запуск почему-то об этом ну мало кто знает и не догадывается также сделано то есть точно также сделано на таге и точно также сделано допустим на vk 540 brp scandy 552 роток стоит или 503 роток стоит там тоже есть такие же подсосы и они также включаются я вот не знаю у меня ни разу не было пятьсот семидесятого кота но думаю что тоже также сделано там и мотор сперми да не поднастроил в этот раз четыре раза перенасправил не мог попасть зажигание московска поэтому парни я их не люблю то есть и никому не рекомендую это просто чисто переплата денег запустим три разика и будем отправлять и 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 мог ну показывала 1617 при работаться при кататься холстере можно будет делать поменьше все грани упаковываем все остальные причин дал кину и поедем в транспортную компанию а на этом будет все подписывайтесь на канал оценивайте видео за грязные руки можете лайк поставить все парни всем удачи всем пока катайтесь пацаны не ломайтесь